Собратья, добрый день, благословенный субботний день, пусть имя Христа будет прославлено за эти мысли и за все ему вечная слава. Аминь. Есть такой псалом, знаете вы его или не знаете, там есть такие слова «Услышь меня, Спаситель мой, верни мне небо над Эдемом». Я думал над этими словами и раньше мне так казалось, что так может быть неприлично, настойчиво просить «Верни мне небо над Эдемом». Но изучая Слово Божие, вникая в тексты Священного Писания, Откровение 22.14 говорится «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город-ворот». Иметь им право. То есть право мы должны иметь. И даже, по-моему, в ранних произведениях вы там дословно прочтете. Когда мы попали на небо, то мы поняли, попали в Иерусалим, то мы поняли, что это то место, которое мы заслужили. Мы имеем право находиться. То есть у нас это было внутри такое понимание. Это в будущем. Я надеюсь, что у каждого из нас в сердце это будет. Сегодня тема так и называется «Право на вечную жизнь». Мы поговорим с вами, что такое право, какое мы имеем право и что в итоге Господь нам дает за счет этого права. Вообще, что такое слово «право»? Есть разные определения, но мне бы проще хотелось сказать, что право – это совокупность законов, которые определяют поведение человека. А для нашего случая это еще и определяет характер человека. В бытие мы исследуем, как человек согрешил, и Господь попросил его уйти. Будем так говорить, он выгнал его из Эдема, и человек стал ущемленный в правах. Понятно, что, может быть, до конца тогда человек не понимал, почему ему нужно уйти, почему Херувим стоит с пламенным мечом. Но Господь нам сегодня открывает, чтобы не был увековечен грех. Но знаем после этого, что Каин очень сильно обиделся на Господа. И он начал создавать, может быть, свои уставы, свои законы, свои правила. И с тех пор человечество начало грешить. И трагедия, которая в семье произошла от Адама и Евы, он убил своего брата, потому что дела того были праведны, а дела Каина – они были преступны. С тех пор мы видим, как человеческое право, законы стали видоизменяться в зависимости от развития общества. Мудрый Соломон пишет, только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы. То есть человек начал подстраивать законы под себя, под свою жизнь, божьи законы, и создавать тем самым новые законы, чтобы было безопаснее и удобнее жить. И на самом деле в современном обществе вы живете, знаете, что правовые законы, они поставлены на очень высокий уровень. И любой юрист, который глубоко изучает историю, скажет вам, что база и основа этих законов была взята из Римской империи. Вот кто изучает историю, можете происследовать эти моменты. Посмотрите, Римская империя, которая могла управляться и тем самым еще влиять на другие государства. Посмотрите, что у них было создано. Там была сформирована судебная система, сенат, гражданское право и даже уголовное право. И Слово Божие подтверждает, что это была очень сильная правовая система на то время. Откровение 8.12. Четвертый ангел воскребил и поражена была третья часть Солнца, и третья часть Луны, и третья часть звезд. Этот пророческий текст говорит нам о падении Римской империи в 476 году и подтверждает нам, что право было очень серьезным. Мы знаем, что Солнце – это кесарь, Луна – это консулы, а звезды – это сенаторы. И после падения они как бы перестали выполнять свои основные функции, потому что империя начала страдать. А почему начала страдать? Потому что они поставили свои законы, свое право выше законов Божьих. И результатом стало то, что кесарь начал говорить, что я Бог, мне поклоняйтесь. А в империи жили христиане. Они понимали, это наши братья, которые страдали за веру. Они понимали, что такое первая заповедь, что нужно поклоняться только Богу живому, но никак не человеку, как бы он там ни говорил. Сегодня, если мы взглянем на наше современное право, то увидим, что свод законов стал еще больше. То есть в государстве есть Конституция, гражданские, административные, уголовные кодексы. Есть права человека и есть права гражданина. И они разнятся в зависимости от ситуации. Есть международное право, Конвенция ООН. И даже в зависимости от артификации законов, порой некоторые страны, международные акты ставят выше законов своей страны. И законов действительно… Вот посмотришь на это вот право, интересные там законы. Вот, например, есть право на вид, если вы купили дом или квартиру, чтобы окна выходили на рощу, на красивый лес. И вдруг вы узнаете, что этот лес, эта территория, она будет застроена новым микрорайоном. То вы имеете право взыскать застройщика компенсацию. Или вообще остановить строительство. Вот и есть такое право на вид. Я, кстати, как-то думал, что как мы будем в Новом Иерусалиме? Ведь какие-то места будут для нас понравиться нам или нет. Но потом Дух Святой напомнил и сказал, что строитель и художник, Бог у него все совершенное. Он даст по сердцу твоему. И тебе всегда будет нравиться. Ты всегда будешь там удовлетворен. И это очень прекрасно. Но почему в обществе, в современном такие законы? Просто создателем этих законов является греховный человек. Он создает для греховного общества такие греховные несовершенные законы. И он смотрит на самобытность, на нравы этих людей и пытается подстроить эти несовершенные законы под общество, под современное общество. Законов становится все больше и разобраться в них становится все сложнее по причине греха. По причине греховности авторов и исполнителей. Мудрый Соломон пишет в притчах 17-15, оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного образ оба мерзость пред Господом. То есть порой законы создаются так, что тяжело их становится исполнять. Люди начинают искать лазейки, начинают оправдывать себя, начинают обвинять себя. К сожалению, сегодня это происходит. Я прав, а тот не прав. Нет, тот прав, я не прав. Происходит судебное прение и так далее, и так далее, и так далее. Но почему Господь называет это мерзость? Потому что даже в судах этого мира этот принцип, он действует. То есть если ты будешь оправдывать нечестивого и обвинять праведного, то это мерзость пред Господом. Ты не получишь благословение, ты получишь проклятие. Помните, враг хотел проклясть Израиль через Валааму. Он боялся сам по себе напрямую подойти к израильтянам и сказать, что у вас справедливые законы, у вас все замечательно. Нет, он хотел жить в своем праве, в том, как ему нравилось, как ему по сердцу. И он избрал человека, который, как он считал, что с ним можно как-то договориться. Нашел точки соприкосновения к нему, к его сердцу. И Валаам три раза пытался проклясть Израиля, но ничего не получилось. Мы помним, как Пилат. Но если бы он поступил правильно в отношении Иисуса Христа, если бы он не предал его, то бы его жизнь была совершенно по-другому. Вы помните Ирода? Что вообще с ними стало? А могли ведь стать на сторону правды. И те люди, которые вот это извращают, у них постоянно будет внутри, в сердце чувство вины. Постоянно это будет происходить. В Псалме 36, 28 стих говорится, «Ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих. Вовек сохранятся они, и потомство нечестивых истребится». Но нам, людям, Господь и вообще всем людям, Господь дал закон Божий. Вот это называется святое право, Божье право. Это право, потому что определил святой Бог. Кремлинам 7, 12 сказано, «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Здесь не говорится о церемониальном или национальном законе Израиля. Нет. Даже или многие считают, что этот закон был прибит ко Кресту, как пишет Павел, что конец закона Христос. Нет. Тексты говорят о церемониальных законах. Даже есть в Слове Божьем такие тексты, когда Господь говорит, «Субботы ваши», то есть ежегодные субботы, «А из субботы мои», которые еженедельно. И здесь говорится, «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра», о великом святом праве, о вселенском законе, совершенном законе, потому что 10 заповедей, они святы. Почему? Потому что они даны святым Богом. Потому что Бог свят, и Бог дает святой закон. И самое удивительное, что эти 10 заповедей были даны во времена Египетской империи. Не тогда, когда были разрознены какие-то государства, а Господь использовал Египетскую империю, чтобы повлиять на это государство. И чтобы об этом узнали другие люди, которые жили рядом, Ефусеи, Амалекитяне, Едомляне, Ханнияне. И читая Священное Писание, мы видим, как Господь провозгласил этот закон, что собрались вокруг него не только евреи, но и те люди, которые вышли из Египта. Мы не знаем точно их национальности, но тогда была Всемирная империя, как бы провозглашение, что Господь заключает завет с этим народом, и кто хочет принять эти святые заповеди, войди в народ мой. То есть войди в это общество, войди в это общество. Сегодня Господь как бы нас предупреждает, говорит, выйди из Вавилона, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах его, потому что они не понимают. А тогда, когда Господь провозглашал, Он говорил, войди в общество народа. И Мудрый Соломон пишет, Экклесиаса 12, 13, «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдая, потому что в этом все для человека». Но они сделали свой выбор. И, к сожалению, когда народ израильский после 40 лет, Господь еще дал им шанс, к сожалению, они были потеряны, эти народности. Остались только их привычки, остались только их вот те неправедные дела, которые, может быть, сегодня еще отражаются в нашей жизни. И знаете, друзья, когда вы будете встречаться с разными людьми, многие будут говорить, может быть, неверующий человек будет говорить верующему, что 10 заповедей не нужны, или Христос отменил их на Голгофе, вы скажите таким людям, что святость, она неизменяема, ее не надо отменить. Святость, она и святость. Это как константа. Истина, она истина. Ее нельзя, она не будет никогда изменена, потому что так сказал Господь. Но возникает такой вопрос, а если бы как-то общался с одним юристом и предложил ему, ну давайте вот будем жить по 10 заповедям. Он задал такой, он так на меня смущенно посмотрел, говорит, ну по этим заповедям невозможно жить. Мир-то же очень сложен. И как ты представляешь себе, если люди жили по 10 заповедям, как ты будешь регулировать вот эти все отношения между правами человека, гражданина, обществ разных, государств. Ну как это? Невозможно. Но, конечно, человек не доверяет святому Богу. Бог бы это все настроил. Он бы дал людям Духа Святого, чтобы люди поняли, что можно жить по 10 заповедям, можно не грешить, не обманывать, не прелюбодействовать, не лгать, соблюдать день субботний. Можно это все сделать. Но, к сожалению, мир, он другой. К сожалению, мир, он другой. Человек остается человеком. И, к сожалению, сегодня в мире греха настолько все перевернулось с ног на голову. Человек начал любить больше материальные предметы. Слово «любовь» оно относится как бы любить человека. Ты имеешь право любить человека. Но Господь не планировал, чтобы мы имели право любить деньги, свои удобства или что-то другое, материальные какие-то предметы. К сожалению, корень всех золота, сребролюбия. Человек начал больше любить деньги вместо человека. Но Слово Божье говорит нам, чтобы попасть на небо и войти в город воротами, у человека есть право выбора в сторону Господа. Нужно всегда выбирать то, что говорит Господь. То есть то, что Он говорит, делать как Господь и как мысленный Господь. В книге Иова 22 глава 22 стих сказано «прими из уст его закон и положи слова его в сердце твое». То есть нужно принять сначала из уст его закон, чтобы войти в право, чтобы мы имели право войти в город воротами. А как это понять? То есть мы не должны доверять человеку, из уст его принимать. Мы должны даже Слово Божье проверять на основании Священного Писания. А из уст его – это значит, мы должны один на один с Богом исследовать это Слово, принимать это Слово, исследовать каждую запад, принять его. И это может нам дать только Святой Господь. А что значит положить в сердце? Что значит положить в сердце? Мы можем любой предмет положить в карман, носить его в сумку, но этот предмет может нам надоесть. Его могут украсть. Но здесь Господь говорит «положи в сердце свое». Положить – это значит заботиться об этом. Как Даниил, помните, положи в сердце свое, не скверняться яствами с царского стола. У него это было положено. Однажды мне рассказали одну историю, как один человек вез крупную сумму денег, и он в поясе закрепил эти средства, эти банкноты. Им нужно было на строительство. Не важно, не суть важна. И он рассказывал. Я когда проснусь в поясе, у меня первая мысль с рукой – «О, деньги на месте, все хорошо». Он ущемлял себя, он ограничивал себя, не мог выходить куда-то. Он боялся за эту сумму денег. И вот так же, собратья, хоть ему было неудобно ехать, притча 4.21. «Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего». «Да не отходят эти заповеди, они должны быть в сердце твоем». Иоват 23.12. «От заповедей уст его не отступал, глаголы уст его хранил больше, нежели мои правила». Удобно нам, неудобно. Но если Бог у нас будет на первом месте, если его право будет на первом месте, если мы будем идти прямым путем и выбирать только его сторону, правую сторону, написано, что Господь благословит. Благословит. Бог для нас должен быть на первом месте. В Псалме 36, 28 стих говорится, «Ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих, вовек сохранятся они, а потомство нечестивых истребится». Почему говорится, что Господь любит правду? Почему Господь любит правду? Почему Он избирает именно правых людей? Почему Он любит честность? Независимо от обстоятельств прошлой жизни, если мы хотим войти на небо, обрести это право, то должны быть честны с самим собой, с окружающими и с Богом. Почему Христос организовал встречу именно с Закхеем? Но почему Он сделал так, Он увидел, что Закхей готов? Почему не сказано о других людях? И когда Он попросил Закхея спуститься с дерева, знаете, что Закхей сказал? «Я кому сделал плохо, кого обидел, я воздам в четверо». Господу это очень нравится. Почему Он избрал Самарянку, когда Он сел у колодца? Он спросил, позови сюда мужа. Она сказала, как честно? Нет у меня мужа. Он сказал, ты правду сказал? Христос это подтвердил. Это не муж тебе. Почему Господь любил Давида? Когда пришел пророк Нафан и объявил ему все, Давид понял, что он согрешил не просто это был грех его, он согрешил против общества и против Господа. Вот притча о блудном сыне говорит нам о том, что когда он захотел вернуться, второй сын, он сказал, отец, я согрешил против тебя и против неба. То есть если мы, бывает такое, что, например, человек согрешил, просит прощения у Бога, и когда ему говорят, ты согрешил, он говорит, нет, я не грешил. Господь говорит, ну ты кого обманываешь? Ну ты кого обманываешь? Это невозможно. Человек не может искренне, честно сказать, да, братья, сестры, я согрешил. Господь не может благословить. Я не могу тебя взять на небо, потому что ты нарушаешь тот принцип, который я установил. Если ты согрешил, пойди и скажи. Не надо поступать как ворак, который говорил Аллаам. Не надо скрываться за спинами других людей. Нужно открыто прямо сказать и говорить, я здесь был неправ. Друзья, про законие 4.1 Господь говорит так. Итак, Израиль слушает постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы, и пошли и наследовали ту землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам. Иоанна 5.24 сказано. Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Если мы будем слушать постановления, святые законы, уставы, у нас есть будет, мы будем живы не только здесь на земле, но настигнем и вечную жизнь. Потому что Христос говорит так. Он на суд не придет, потому что он уже искуплен. Закон Божий положен в сердце человеческом. Он там уже, человек уже не может грешить. Он уже не может поступать, как люди мира сего. Он не может лгать, он не может лицемерить, прятаться за спиной. Он открыт, он искренен, как сосуд, который светит всем доме, как соль, которая нужна этому обществу. И вы должны очень четко, братья и сестры, разбирать, кто является, кто светит, кто не светит. Будьте внимательны и осторожны всегда, потому что придут в церковь хищные волки, не жалеющие стады. Наступит такое время, когда брат пойдет на брата. Наступит, братья, такое время, потому что кто-то не выдержит истины и правды. В Бытие 38 главе говорится, вы отдельно это почитаете. Это очень интересная история. Когда Иосифа братья продали, продали его в рабство. И написано там, что Иуда отошел от братьев своих. Он женился. У него было три сына. Ир, Анан и Шелла. Ира он отдал за женщину Фомарь. Сказано, что Ира был неугоден Богу, и Господь умертвил. Потом он, как мы читаем в книге Бытие, что сделал Иуда, он по праву, то, что Господь ему сказал, сделать точно, как пишет Слово Божие. Он сказал, ну, я тебе передаю Анан. Ну, Анан, поскольку также был неугоден Богу, также Господь его убрал. Иуда посмотрел, что Шелла еще юн, а с Фомарию как-то не так. Может быть, возможно, он испугался, что эта женщина несет какое-то проклятие, или он несет наказание. Он сказал, живи, как вдова у меня. И Фомари увидела. Спустя время Шелла подрос, а Иуда не дает. Не дает ему третьего сына. И тогда она идет на, можно сказать, некорректный, может быть, такой преступный шаг, который, ну, как по-другому еще повлиять на этого человека, как по-другому она просто не знала. Но почему-то она пошла на этот шаг. И когда случилось так, что она переделась блудницей, Иуда вошел к ней, и мы читаем дальше в Слове Божьем 38 глава. Это 24 стих. Говорится, прошло около трех месяцев и сказали Иуде, говоря, Фомарь, невестка твоя впала в блуд. И вот она беременна от блуда. А до этого, помните, там был договор у них. Она сказала, он что ты мне дашь за это? Он сказал, у меня есть трость и печать с перевязью. Иуда сказал, выведите ее и пусть она будет сожжена. но когда повели ее, она послала сказать свеку своему, я беременна от того, чьи это вещи. И сказал, узнавай, чья это печать и перевязь, и трость. Иуда узнал и сказал, она правее меня, потому что я не дала Ишели сына моему и не познавала ее более. Удивительная история, как Господь таким вот образом показывал Иуде, что нужно всегда поступать честно до самого конца. Независимо от того, ты живешь в этом обществе, ты должен поступать. Тогда были в эти верхозаветные законы, они были очень строгие, он хотел сожгить ее. Собратья, сатана хочет, чтобы мы были сожжены, чтобы мы поступили по человеческому мудрствованию, а не так, как хочет Господь. И Он ищет лазейки к нашему сердцу, чтобы мы упали, пошли за человеком, но не за святым Богом. Законы этого мира скоро пойдут против закона Божьего, но у нас будет только один аргумент. Это трость, это уставы Божьи, это печать, это Святая Суббота и молитва, как перевязь между этим и этим. У нас будет один аргумент. Кровь Христа, вот что нам сегодня нужно. Кровь Иисуса Христа, как пел из Псалмы о Голгофе, мы должны это принять в сердце. Устав Божий должен быть превыше наших правил и уставов, а суббота должна быть четким оттиском, чтобы мы отличали Святой Субботний день от обычных дней. Это наше спасение, это наш аргумент. Откровение 12.11 сказано, они победили его кровью Агнца и словом свидетельствую своего и не возлюбили души свои даже до смерти. устав Божий был превыше чувств, собственного я, обид, превыше этого всего, Божий устав. Я поступаю так, потому что я не могу иначе. Так говорит Господь, потому что впереди Святой Иерусалим, мое имя будет проходить перед Святым Богом, и я должен поступать так, как я должен говорить мне Господь, не так, как мне это нравится, а потому что так говорит Господь. Потому что в книге Откровения 21.27 сказано, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзостью и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Пусть мне лично и нам всем Господь поможет, чтобы право небесное всегда было, есть и будет выше собственных правил. За все Господу вечное слава. Аминь.